Музей Мания И сегодня мы с вами находимся в Москве В одном из самых крупных музыкальных музеев мира Российском национальном музее музыки В музее музыки находится около миллиона экспонатов и единиц хранения И это не только музыкальные инструменты Это еще и нотные автографы знаменитых композиторов Их дневники, пластинки, афиши и так далее Меня зовут Макар Иванов И сегодня я проведу вам небольшую обзорную экскурсию По главным экспонатам Российского национального музея музыки Музей музыки был основан в 1912 году В этом году ему исполнилось уже 110 лет И был он основан как мемориальный музей имени Николая Рубинштейна Знаменитого основателя Московской консерватории Композитора и музыканта В 1943 году, во время войны Музей получил статус особого учреждения культуры В 50-х ему присвоили имя нашего знаменитого композитора Михаила Ивановича Глинки А в 2018-м Российский национальный музей музыки Получил то название, которое у него есть сейчас В Российский национальный музей музыки Входит еще пять музеев Это настоящее музейное объединение В том числе в музей музыки Входят мемориальные квартиры Александра Борисовича Гальденвейзера Николая Семеновича Голованова Музей-усадьба Федора Ивановича Шаляпина Музей Сергея Сергеевича Прокофьева И музей Петр Ильич Чайковский в Москве Прямо сейчас мы с вами находимся на временной экспозиции Посвященной как раз таки дню рождения Российского национального музея музыки Здесь из наших фондов достали все самое главное Из многочисленных фондов музея В том числе, например, вот эту вот уникальную грифельную доску Из московской консерватории На которой стоит автограф знаменитого композитора Гектора Берлиоза Ну вот вы здесь даже можете видеть дату 30 декабря 1867 года Дело в том, что это один из самых таинственных экспонатов нашего музея Почему так? Потому что даже толком не установлено Был ли действительно Гектор Берлиоз в тот день в Московской консерватории Не сохранилось ровно никаких свидетельств о его посещении консерватории в тот день А еще обратите внимание на музыкальный фрагмент Дело в том, что Гектор Берлиоз очень часто оставлял музыкальные фрагменты В качестве своего автографа Но обычно он их подписывал Что это именно за музыкальный фрагмент В данном случае мы видим только его собственную подпись И ученые до сих пор бьются над тем Не знают абсолютно, что это за музыкальный фрагмент Это не что-то из известных нам произведений Берлиоза И это не что-то из известных произведений других композиторов До сих пор никто не знает, в чем тайна Возможно, он зашифровал здесь свое имя Но в таком случае мы не знаем ключ к этому шифру Совсем рядом находится знаменитая Налимовская балалайка Мастер Семен Налимов Это был вологодский крестьянин Который в конце 19 века делал уникальные музыкальные инструменты Для самого первого оркестра русских народных инструментов Под управлением Василия Андреева Семена Налимова даже называли русским балалайчным страдивариусом Вот эта балалайка принадлежала самому Василию Андрееву И затем он передал ее своему лучшему ученику Борису Трояновскому Чтобы тот играл на ней перед Львом Толстым И сохранилась даже фотография знаменитая Где Борис Трояновский держит именно эту балалайку На этой экспозиции представлено также огромное количество мемориальных предметов Например, картина Айвазовского из музея-квартиры Николая Семеновича Голованова Главного дирижера Советского Союза А также золотые часы Рахманинова Гитара Леонида Утесова И многое-многое другое Но вот прежде чем мы с вами отправимся на основную экспозицию нашего музея Не могу не остановиться перед этим уникальным инструментом Это энгармонический рояль Который был создан знаменитым Владимиром Федоровичем Адоевским Это был друг Александра Сергеевича Пушкина И настоящий энциклопедист Он занимался вообще абсолютно всем От химии и археологии до искусства У него был абсолютный слух И вот однажды в 1864 году Он попытался записать за народным исполнителем Русскую народную песню И вдруг он понял, что у него не получается это сделать С теми 12 полутонами, которые у нас есть в классической октаве Знаменитые вот эти 5 черных клавиш, 7 белых Тогда он придумал сделать следующее Он разделил каждую черную клавишу пополам И добавил еще по одной клавиши между ми и фа и си и до Так у него получилась не полутоновая темперация А 19 четвертоновая темперация А теперь проследуем с вами на основную экспозицию музея Под самым первым номером в самую первую витрину Помещают самый старинный экспонат музея Это гусли Причем это не просто гусли Это гусли, которые были найдены на раскопках древнего Новгорода Эти гусли 13 века, получается, им уже около 800 лет Полностью оригинальный инструмент Ну, конечно же, я имею в виду корпус Струны за 800 лет, очевидно, истлели Вообще у нас здесь огромное количество инструментов Древней Руси, связанных с каким-то древнерусским фольклором Например, гудки-смыки, рожки, свирели, шумовые инструменты Такие как ложки, трещотки, колотушки и многое другое У каждого инструмента есть какие-то аналоги в мировых культурах Взять, например, русскую свирель В Белоруссии это свирель, в Молдавии най, а в Греции вообще флейтопан Но вот у этого инструмента, уникального удмуртского народного инструмента Который называется чипчерган Вообще нет аналогов Это единственный духовой инструмент, в который не нужно дуть Ну, в него и не получится дуть Слишком тонкая трость Что же с ним нужно делать? Чипчерган это единственный инструмент не в который нужно дуть А из которого нужно вдувать воздух в себя Представляете, какого объема должны быть легкие у музыканта Который играет на чипчергане Ну, так как мы сейчас с вами находимся в зале Посвященном инструментам Древней Руси и народов России Нельзя не обратить внимание вот на этот уникальный бубен Древние хакасские, ненецкие и якутские шаманы Очень часто изображали на бубнах ту картину мира, которую они себе представляют Подземное царство, наземное Это гряда гор, да, трудно догадаться И наверху даже там какое-то местное божество прыгает на лошадке Бубны, конечно же, были мистическим, магическим инструментом Поэтому, посещая Российский национальный музей музыки Вообще, в принципе, у нас есть возможность даже поиграть на настоящем шаманском бубне Мы сейчас с вами подошли к витрине с очень красивыми инструментами Это инструменты народов Бурятии Но, обратите внимание, не все то золото, что блестит Не каждый из этих красивых инструментов так уж безопасен Например, вот этот дамару сделан из человеческих черепов Это всем известный, конечно же, инструмент гармонь Клавишно-пневматический инструмент, завезенный в Россию в 1830-е годы из Германии и Австрии Но вот как вы думаете, кто играл на вот этих самых маленьких гармошках? Наши посетители, конечно, очень часто отвечают Либо дети, либо гномы или лилипуты Но на самом деле на этих маленьких инструментах играли взрослые И когда они на них играли, их ручки складывались вот такое вот подобие панциря Именно поэтому эти инструменты носят очень милое название черепашки Но я бы хотел обратить ваше внимание вот на этот инструмент Это концертина, сделанная в 1906 году знаменитым мастером Иваном Благиным Названа им, конечно же, в свою честь Благинтон Согласно преданию, этот инструмент принадлежал цесаревичу Алексею Сыну последнего императора Николая II У нас нет никаких точных документальных подтверждений этому Но согласно преданию, сохраненному в семье Благиных Кстати говоря, правнучка мастера сама принесла нам этот инструмент И передала нам эту историю Вот согласно этому преданию, как раз таки мастер Иван Благин Учил наследника престола игре на музыкальном инструменте У нас сохранилась даже золотая медаль Которую Николай II сам вручил мастеру Ивану Благину Прямо сейчас мы с вами находимся в коллекции инструментов из Средней Азии Именно с этой коллекции началось собрание Российского национального музея музыки Начал собирать эти инструменты Август Эйхгорн Капельмейстер русских военных оркестров Туркестанского военного округа И одним из первых его инструментов был кабыз У казахского народа есть очень интересная легенда, связанная с этим инструментом Она гласит следующее У казахского хана был единственный сын И вот однажды он отправился на охоту и пропал Хан тут же снарядил всех своих людей на поиски Но предупредил Если кто-то вернется с плохой новостью о том, что сын погиб Того ждет страшная казнь Ему в горло зальют раскаленный металл Действительно сына нашли погибшим, он сорвался с высокой скалы во время погони за добычей В печали были люди хана, как рассказать ему о том, что произошло и не быть казненными И вот нашелся один старик, который решился поведать хану о том, что случилось Но сделал это не с помощью слов, а при помощи как раз таки этого музыкального инструмента Он сыграл печальную мелодию Хан обо всем догадался и приказал казнить старика Старик говорит, как же так? Подождите, я же не произнес ни слова, да? За что меня казнить? Тогда хан еще немного подумал и приказал казнить музыкальный инструмент У нас в музее хранится также огромное количество мемориальных инструментов Что такое мемориальные инструменты? Это инструменты, которые принадлежали каким-нибудь знаменитым личностям Например, физгармония, которая принадлежала Сергею Рахманинову Лично арфа, которая принадлежала Ксении Эрделе Величайшей советской орфистке Музе композиторов Александра Константиновича Глазунова И Рейнгольда Морицевича Глиера А также скрипка Страдивари Вот эта скрипочка Страдивари 1671 год Она принадлежала знаменитой бельгийской королеве Елизавете Затем, когда Елизавета скончалась Согласно ее завещанию, эта скрипка перешла в руки Нашего знаменитого скрипача и виртуоза Давида Федоровича Ойстраха И затем уже вдова Ойстраха передала этот уникальный инструмент нашему музею Инструменты Страдивари вообще не каждому удается увидеть в жизни А уж тем более услышать Но Российский национальный музей музыки предоставляет такие уникальные возможности Время от времени эти инструменты достаются из этих пуленепробиваемых витрин И мы даем их лучшим музыкантам современности Для того, чтобы они играли Все-таки на инструментах, конечно, нужно в первую очередь играть А в чем же секрет? Почему мы так много с вами говорим о скрипках Страдивари? Неужели мы сейчас, в 2022 году, со всеми нашими уникальными технологиями Не можем воссоздать успех мастера, который делал скрипки 350-400 лет назад? Существует несколько версий, в чем же этот секрет? Первое заключается в том, что дело в дереве Действительно, Никола Амати, учитель Антонио Страдивари Начал изготавливать свои инструменты из такого уникального дерева Которое называлось птичий глаз Это разновидность сахарного клена Раньше он рос только в швейцарских Альпах То есть, не только дерево должно быть уникальным Еще и условия его произрастания Вторая версия Что дело в лаке Действительно, вы видите, что инструменты у нас блестят Почему они блестят? Потому что их сначала грунтуют, затем лакируют И считается, что мы до сих пор не знаем, в чем рецепт уникального лака Который Антонио Страдивари варил собственноручно Был у нас хранитель нашей государственной коллекции Евгений Францевич Витачек Он тоже делал инструменты Это его скрипка И на протяжении 50 лет он пытался проникнуть в секрет мастера Антонио Страдивари Он чуть ли не под микроскопом рассматривал все эти скрипки Простукивал их Ведь, как известно, существует более 600 точек на корпусе И внутри корпуса каждый из этих скрипок И ты простукиваешь эти точки И получается какая-то нота Поэтому мы можем с точностью утверждать, что у Антонио Страдивари был еще и абсолютный слух Но его под конец своей жизни Евгений Францевич объявил о том, что он догадался, в чем секрет Антонио Страдивари Но умер и ничего нам так и не оставил Поступил точно так же, как его собственный кумир Мы сейчас с вами погружаемся в царство клавишных инструментов И вот историческими предшественниками фортепиано были клавесин и клавикорд Ну а как вы думаете, почему у старинных инструментов клавиши цветами перепутаны? Почему большие клавиши черные, а маленькие белые? Ну вот существуют две основные версии Одна романтическая, вторая прагматическая Согласно романтической версии, белые пальчики красавиц гораздо более выгодно смотрятся на фоне черных клавиш Но я бы больше доверял, конечно, прагматической версии Согласно ей, черные клавиши делались из очень дорогого черного дерева Но белые делались из еще более дорогой слоновой кости Именно поэтому, конечно, экономически выгодно было делать именно большие клавиши черных Вот этот уникальный инструмент похож на одно африканское длинношее животное Ну, я думаю, все узнали, да? Жираф Европейцы до 1825 года вообще никогда не видели жирафа Представляете, каково было их удивление, когда египетский шах впервые привез это уникальное животное на континент Девушки тут же стали себе делать прически в виде жирафов, носить шляпки в виде жирафов Ну и появилось вот такое вот уникальное фортепиано Можно долго спорить о том, является ли вот этот вот эксперимент с поднятием крышки рояля в вертикальное положение удачным или неудачным Но нужно понимать, конечно, что в вертикальном положении струны внутри расстраиваются сильнее Настраивать их сложнее А еще, если вы сядете вот сюда вот играть, а публика у вас будет с этой стороны Она вас, конечно же, за этой самой крышкой не увидит Это первый фотоэлектронный синтезатор, который называется ANZ Почему такое странное название ANZ? Потому что это аббревиатура от Александр Николаевич Скрябин Скрябин был великий музыкант, композитор, пианист И была у него одна суперспособность, которая называлась синестезия Он мог видеть звуки и слышать цвета, то есть он мог цветами записывать музыку Здесь принцип примерно такой же Этот инструмент был придуман в 1938 году 1900, конечно же, нашим знаменитым инженером Евгением Мурзины Стекло, покрытое черной мастикой На него специальным устройством-кодером наносятся различные штрихи или рисунки Затем свет падает на это стекло, преломляется, а внутри находятся пять вращающихся дисков На которых записано 720 чистых звуков Если из фортепиано можно извлечь 88 звуков, то отсюда 720 Видите разницу, да? И эти вращающиеся диски считывают как раз-таки вот эти рисунки и штрихи И преобразуют их в музыку Звучание у этого инструмента абсолютно космическое Поэтому его очень часто использовали в качестве саундтрека К различным советским фильмам Научно-фантастическим или про космос Например, в Солярисе Андрея Тарковского В Сталкере и даже в Бриллиантовой руке В моменте со сном Андрея Миронова Самый первый анс не сохранился А вот этот, второй, это последний анс в мире Через него прошли все величайшие музыканты 20 века Альфред Шнитке, Дисон Денисов, Софья Губайдулина, Эдуард Артемьев и многие другие Гигантская ударная установка Здесь больше 20 барабанов А играл на этой ударной установке всего один человек Звали его Ришат Шафи Как ему удавалось играть на 20 барабанах одновременно? Очень просто Он придумал и запатентовал вот такую вот трехголовую педаль Трехголовое чудовище в русских сказках называется «Змей Горыныч» Именно так и назвал свою педаль Ришат Шафи Это был уникальный туркменский музыкант Который гастролировал в составе группы «Гюнеш» По всему Советскому Союзу, по России и по зарубежью Даже Питер Гэбриэл называл его лучшим барабанщиком 20 века Орган Фридриха Лады Гаста Самый старый орган в России Если быть точным, ему уже 154 года Он был создан немецким мастером Фридрихом Лады Гастом в 1868 году Для московского мецената и купца Василия Хлудова Как салонный домашний инструмент Домашний значит маленький Перед нами на самом деле довольно-таки небольших размеров орган Как вы думаете, сколько у этого маленького органа труб? На самом деле их 890 И это мы все еще, напоминаю, говорим о маленьком инструменте А у самого большого в мире органа вообще 33 144 трубы И он занесен в Книгу рекордов Гиннесса Как самый громкий инструмент в мире Особенность именно этого органа состоит в том, что он до сих пор рабочий На нем до сих пор проводятся концерты, детские абонементы и записи Так что, если вам повезет, вы можете услышать орган Лады Гаста вживую Российский национальный музей музыки Понимает свою просветительскую задачу Воспитание патриотизма, воспитание молодых музыкантов Мы несем наше гордое знамя главного музыкального музея страны С вами была программа Музея Мания Меня зовут Макар Иванов Ждем вас в Российском национальном музее музыки Субтитры создавал DimaTorzok